Пчелы видят только цветы и мед. Мухи видят только дерьмо. А люди должны видеть и хорошее, и плохое. Когда у нас трагедия, мы плачем. Но когда у нас праздники, мы улыбаемся. Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня мы с вами рассмотрим очередную порцию шашечных красот. Начнем с творчества международного гроссмейстера, чемпиона СССР и неоднократного чемпиона Беларуси Аркадия Плакхина. В этой позиции ход черных, черные начинают и выигрывают. Поставьте видео на паузу и попытайтесь найти очень необычный и красивый план игры за черных. Черные неожиданно играют ФЖ5. И простые ходы за белых быстро проигрывают. То есть бесполезно играть ЖФ4 или ЕД4. Вернее ЕФ4, без разницы. Да, белые попадают в дамки. Но их дамка тут же ловится. Черные сами попадают в дамки. Но легко выигрывают. Также бесполезно в этой позиции нападать. ЕД4. Черные просто играют ЖФ4. Пропускают белых в дамки. И снова ловят белых. Попадают в дамки. И легко выигрывают. Самый сложный и красивый выигрыш возможен после нападения белых в ЖФ4. Подумайте, как бы вы здесь сыграли. Оказывается, здесь черные тоже проводят комбинацию. Но несколько иную. Играем ЕД6. Отдаем две шашки. Затем отдаем еще одну шашку. Затем пропускаем белых в дамки. И снова ловим эту дамку. И красиво выигрываем. Ну и наконец, последняя идея. Если в этой позиции белые играют ЖФ2. Ну, грозил ход ЖФ4. И черные грозили выиграть шашку. ЖФ2 необходимо играть. Черные меняются. И здесь белым надо играть БА3. Потому что черные грозили пробить поле С3. Тогда черные меняются. ЕД4. И здесь белым необходимо бить шашкой Ж3 на поле Е5. После всех разменов черные ставят рожон на поле С3. Ну и здесь белые еще могут сопротивляться. Они играют ФЕ3. Грозят напасть ЕД4 и отъесть рожон черных. Поэтому необходимо меняться. ЕД6. Ну и здесь игра сводится к следующему варианту. Допустим, АЖ3, АБ6. ЖФ4. БЦ5. Значит, ФЖ5. СБ4. И на ЖФ6 играем ДЦ5. То есть мы хотим пройти в дамки, а белые не успевают этого сделать. Далее возможно ЕФ4, БА3. ФЕ5. СБ2. ЕД2. То есть белые хотят на постановку дамки ее тут же поймать. Поэтому надо сделать предварительный ход. СБ4. Ну теперь сюда играть бесполезно. Потому что черные отдадут одну шашку. Заберут 3. Ну и здесь черные легко выигрывают. То есть сюда, 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 сюда. Выиграли. Поэтому в этой позиции белым приходится играть на поле Е3. Тогда ставим дамку. И белым лучше всего сыграть ЕФ4. Ну тогда просто ждем, когда у белых закончатся ходы. Белые переводят шашку Ф4 на А6. Это сильнейший план сопротивления. И вот здесь белые жертвуют шашку. И также прорываются в дамки. Видите, все сводится к окончанию проводка шашки С1. Видите, только добавлены деталь. Это белые шашки С1 и черная шашка А3. В данном случае проводка шашки Ф8, а не С1. Здесь, возможно, очень красивая идея, которую мне удалось найти в совместном анализе с моим учеником. Так что можете считать это идеей Бурылова. Значит, в чем идея? Гроссмейстер Максим Федоров, это ведущий специалист в области Эншпиля в русских шашках, он предлагал в этой позиции разменивать шашку С1 на одну из дамок. И затем проводить шашку Ф8 в дамке. Но мне этот способ кажется тяжелым. Очень трудно иногда бывает разменять шашку С1. В данной позиции есть более простой выигрыш. Переводим дамку на поле H4 в данном случае. Допустим, подождали. Так, перевели. Ну, допустим, сюда. Да? И уводим дамку на H8. И вот в данной позиции, видите, черные грозят повести шашку Ф8 в дамке. Все сводится к проводке С1. Кто не знает, как проводить шашку С1, ну, в данном случае Ф8, подсказку оставлю в верхнем правом углу. Если же белые вот в этой позиции играют на поле Д6, здесь есть гораздо более простой и красивый выигрыш. Поставьте видео на паузу и подумайте, как бы вы сыграли в этой позиции за черных. Черные красиво жертвуют шашку и играют дамкой на поле Ф2. То есть, черные грозят отдать дамку и поймать дамку белых. Если белые отдадут шашку С1, просто бьем дамкой, ну, и здесь легкий выигрыш. Поэтому белые отдают шашку H6, бьем до конца и пытаются избежать поражения. Но здесь тоже очень простой и красивый выигрыш. Жертвуем одну дамку, затем жертвуем вторую дамку и создается оппозиция один на один. Начинающий, в данном случае белые, проигрывают. Вот такая идея. Безусловно, Аркадий Плакхин показал очень красивую идею в партии. Но оказывается, данная идея уже встречалась в 1969 году в партии мастера Прияткина и будущего чемпиона СССР, международного гроссмейстера Николая Абациева. В дебюте киевская защита. Смотрите, CD4, FG5, BC3, GH4, CB4, HG5, DC5. Поменялись. Здесь черные могут нападать CB6, либо меняться GF4. Вот данный размен считается плохим, потому что у белых есть очень сильный размен DE3. Но в данной партии был применен другой план AB2, GH6, B5, HG7, AB4, HG5, B3, CD6. То есть черные хотят перевести царскую шашку на поле C7 и затем разменяться. Далее в партии было FE3, DC7, EF2, EF6. И вот как раз черные возвращают царя на престол. И в этой позиции белые также возвращают царя на свой престол. Царь должен быть на троне. Ну и далее в партии был интересный план AB6. Вот здесь черные что хотят? Они хотят перебросить шашку на поле F8 и затем оккупировать центр. Но белые красиво опровергают этот план. Играют CD2. Черные играют FE7. Этот уже ход ошибочный. И белые делают блестящий ход DC3. В чем идея? Если теперь черные играют ED6, то возникает снова идея из партии Аркадия Плакхина. Подумайте, как бы вы сыграли за белых. Белые играют CD4. И выясняется, что грозит BC5. То есть снова удара у черных нет. Если они играют DC5, тогда после всех разменов снова пробиваем, загоняем черных дамки. Эта дамка тут же ловится. Ну и белые красиво побеждают. Если в этой позиции черные не играют DC5, а допустим играют BA7, тогда выигрывает двойной размен. FE5 и FG3. Ну и здесь белые за счет центра постепенно побеждают. В партии Гроссмейстя Робоциев сыграл вместо ED6, поэтому G6. Попытался изменить план, но здесь белые также четко победили. CD4, BA7, HG3, ну и на ход EF6 белые полностью захватили центр разменом FE3 и постепенно победили. Вот такая красивая партия. Ну и напоследок рассмотрим партию из творчества современных шашистов. Дебют леталка. Белый H2 летит на C5, черный F6 летит на H2. Белыми играл неоднократный чемпион мира международный Гроссмейстер Сергей Белошиев. Черными играл неоднократный чемпион мира международный Гроссмейстер Андрей Валюк. Белые играют GF4. Лучший ход. Здесь черные меняются. Ну и после всех разменов белые ставят так называемый тычок. То есть идея белых это занятие центра, идея черных окружение. Далее в партии было GF6, DE3, FG5, CD4, HG7, BC3. И вот в этой позиции черные неудачно разменялись. ED6. В принципе этот размен напрашивается, но на самом деле это очень плохой размен. Белые продолжают развивать сильный левый фланг. И здесь черные сыграли AB6, подтягивая отсталую шашку. И можете поставить видео на паузу и попытаться найти уже известный нам красивый план игры, который позволяет белым победить. Белые неожиданно играют CB4. И снова выясняется, что обычные ходы BC5, либо DC5 снова проигрывают из-за комбинации. То есть черные попадают в дамки, но их дамка тут же ловится. И белые сами уже попадают в дамки и выигрывают. Если же черные в этой позиции, допустим, закрываются, DE7, ну здесь выигрывают такой план. Допустим, играем BA5. Ну как играть? Допустим, DC5. Тогда BA3. Допустим, GF6, CB2. Допустим, GH4. Тут уже меняемся. FG3. Ну и все. Все связки сказываются в пользу белых. Допустим, ED6, GH4. BA7, BC3. И черным пора сдаваться. Если вам понравилось данное видео, не забывайте воткнуть Лукаса, подписаться и звякнуть колокольчиком. До свидания, друзья. И давайте воевать только на шахматной и шашечной досках. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok